Участникам, которые в этом году приняли участие, объявили немножко заранее то, что в январе в следующем году будет аналогичный турнир. Значит, это будет фестиваль, который будет длиться две недели. В программу фестиваля войдут лиц-турнир, турнир по быстрым шахматам и игре в Слеппуру. Гран-при по быстрым шахматам, турниры А и Б, 9 туров классика. А также для желающих будут организованы конкурсы решения задач и тюров комбинации, сеансы одновременной игры в Слеппуру, мастер-класс, обычный сеанс, лекции для родителей, как воспитать шахматистов. За счет расширения программы фестиваля будет повеличен и призовой фонд турнира на следующий год. Мы планируем сделать три миллиона рублей. Если мы говорим о том, что турнир, вот этот турнир, мемориал Иоанна Феодовича, в общем-то, в какой-то степени заменил Таракл Топом, как мы говорили классику, да, где там был призовой фонд уголок трех-четырех, наверное, рублей. Ну, мы, в общем-то, хотим выйти на такой уровень. Для наших шахматистов, конечно, для донских шахматистов участие будет очень-то быстрым ограничением. В следующий год мы будем смотреть и приглашать, в общем-то, за наш счет, если кем-то молодежь, шахматистов с высоким рейтингом. Ну и, конечно, будем давать предпочтение тем, кто в нам регулярно ездит, даже гостям наших соседей из Украины и, в общем-то, других регионов отцов. Конечно, мы будем оставаться на гости, принимать, насколько возможно. Позвольте мне сейчас, наверное... Сейчас мы сделаем ту миссию? Давайте, действительно, потому что сегодняшнее победение итогов турнира стало прекрасным им поводом для вручения общественной награды Российской муниципальной академии людям, которые так или иначе связаны с шахматом. Награды вручает Сергей Анатольевич. Итак...